Если Galaxy S10 был смартфоном, построенным вокруг камеры, то MS Fit PowerBuds Pro это наушники, построенные вокруг спорта и здоровья. Их нафаршировали дополнительными фишками, которые ты просто не ожидаешь увидеть в ТВ-затычках. А когда видишь, не веришь в то, что это может хоть как-то работать. Стоит ли ради этого их покупать и вообще достойны ли они внимания? С вами Дмитрий Луценко и проект Фромком. Давайте разберемся. Вы наверняка могли забыть, но мы делали обзор простых PowerBuds, одной из отличительных особенностей которых являлся дизайн. Он был очень нестандартный, смелый и немного странный. Судя по всему, это отразилось на продажах и в Pro-версии наушников. Производитель вернулся к довольно попсовому форм-фактору затычек с ножкой. Цвет бывает только один, бело-серый, и как вы догадываетесь, именно он так нам на обзор и попал. С одной стороны, Samsung показали свои Galaxy Buds 2 сразу в четырех цветах, в то время как Apple, например, наоборот, выпускает True Wireless затычки только в одном, и это всех устраивает. В любом случае, я люблю светлую технику по целому ряду причин, потому такое решение я хоть очень субъективно, но все же одобряю. Из интересного, основное управление наушниками происходит при помощи сжимания ножки, как это сделано в FreeBuds Pro, например. Удобно, практично, если поправляешь наушники, не переключаешь треки и прочую фигню не творишь. На основной плоскости наушника тоже есть сенсор, но его касание активирует всего одно опциональное действие, вызывает отчет во время тренировки, потому случайно взаимодействовать вы с наушниками будете либо нечасто, либо никогда. Что еще? Есть датчики приближения, когда хотя бы один наушник вынимается, музыка ставится на паузу. Если он в таком состоянии пробудет до 40 секунд, воспроизведение запустится автоматически. Если же больше, извольте нажать кнопочку Play сами. Звуковод здесь непростой, на нем есть выступ, который соответствует прорези на фирменных амбушюрах. Имейте это в виду, снимать и одевать их несколько сложно, но зато они не будут отлетать, как насадки моих Galaxy Buds Pro, которые уже начинают время от времени оставаться в ухе. Амбушюры наушников прозрачные, сделано это не просто так, потому как датчик сердечного ритма находится в правом наушнике именно на звуководье, а точнее это его часть. Как показала моя практика, точность замеров сильно зависит от частоты амбушюр. В идеальных условиях цифры мы получаем вполне приличные. Относительно часового мейсфит погрешность редко выходит за пределы 5-10 ударов в минуту. А вот когда наушники грязные и такими они становятся регулярно и неизбежно, косячат они намного жёстче. В любом случае, если вам сильно неохота бегать в часах, какую-то статистику собрать наушниками можно. Ну и плюс, они могут предупреждать об избыточном высоком пульсе, и в этом случае точностью, я думаю, можно уже пренебречь. Наушники сделаны качественно, что лишний раз подтверждается защитой от пыли и влаги по стандарту IP55. Заметьте, 55, а не X5, как у многих других. Кейс влагозащиты не имеет, как нет у него и беспроводной зарядки, но в сравнительно бюджетных наушниках я на неё и не рассчитывал. Кормится он по Type-C порту, выглядит неброско и опрятно. Крышка у него уверенно подпружинена, потому открывается и закрывается она дерзко. А в открытом состоянии фиксируется, что называется по-пацански. Случайные от тряски в автобусе она точно не захлопнется. Я проверял. Помните, я говорил, что в Amazfit PowerBuds Pro есть фишки, от которых вы офигеете? На самом-то деле, одной из них уже был датчик сердечного ритма. Единственная причина, по которой я рассказывал о нём без какого-то театрального восторга, это то, что мы это уже видели в предшественнике героя обзора. Именно поэтому у меня лично это уже не вызывает какого-то лютого удивления. Но вообще, это всё ещё примечательная штука, которая есть далеко не у всех. А вот чего точно нет, прям совсем ни у кого это встроенного в наушники акселерометра, который может напомнить вам, что вы горбитесь. В комментариях наверняка напишут, что это инновации. Ради инноваций, мол, придумали хрень какую-то, а бы у других такого не было. На самом деле, сутулые чуваки с кошмарным сколиозом вроде меня, у которых есть проблемы с позвоночником, будут невероятно благодарны за напоминание, что сидеть надо ровно. Такая себе электронная, заботливая бабушка, которая всегда с тобой. Питает это всё батарейки ёмкостью 68 мАч. Без шумодавы играть музыку наушники будут 8-9 часов. С ним 5,5-6 в зависимости от громкости. В режиме разговора живут они чётко, как по спекам. 3,5 часа. Если последнее, это уже золотой стандарт, то автономность во время воспроизведения заметно выше типичной в классе. Не Sony с их 12 часами, но 9 тоже вполне прилично. Что по эргономике? Я напомню, что наушники позиционируются как спортивные, а вот теперь будет крик души и мхо и спорное мнение. Я считаю, что для спорта лучше брать наушники с ошейником, потому что если во время пробежки по горным серпантинам или по катушке на велосипеде у вас один из них вылетит из уха, вам в таком случае не придётся останавливаться, возвращаться и рыться в кустах в его поисках. Но если вы всё-таки очень сильно хотите конкретно ТВС-затычки, то эти, в принципе, можно брать. Опять-таки, это момент субъективный, но синдром запихивания наушника каждые 30 секунд меня с ними не преследовал даже на пробежках и очень длительных прогулках. Комплектные амбушюры сделаны из так называемого липкого силикона, и если не промахнётесь с размером, по идее всё будет окей. Посадка довольно комфортная и сравнительно глубокая. Как вы уже знаете, наушники обладают системой активного шумоподавления и, естественно, есть режим прозрачности. Работает что одно, что другое ровно так, как принято в этом ценовом классе. Выражаясь понятнее, эффект от подавления шума есть. Он точно поможет при прослушивании подкастов и позволит слушать музыку на комфортной громкости, не выкручивая её на максимум при прогулках по городу. В метро мощности компенсации уже самой по себе недостаточно, но радует две вещи. Есть система обратной связи, которая динамически управляет ANC, а сам он хоть и влияет на АЧХ, подымая бас, но незначительно. Ну, в общем-то, как я и сказал, картина типична. Есть куча пресетов для шумодава. Я с ними игрался, но в итоге рекомендую юзать адаптивный. Он предсказуемый, я не нашёл ни единой причины, по которой какой-либо другой пресет давал бы результаты лучше. Режим прозрачности работает нормально. Есть некоторая синтетичность усиленного звука, но он не мерзкий, пользоваться можно. Встроенные микрофоны удивительно хороши. У шумодавных приличная пассивная ветрозащита, а основные реально качественно пишут звук. Получить намного лучше в ТВ с затычках, даже за дурные деньги, у вас, скорее всего, не получится. Вот так и встроенные микрофоны захватывают звук. Я сейчас на улице нахожусь, здесь есть шум от промышленного оборудования, так его назовём. Дует ветерок, не такой, чтобы прям сдувал, но вполне приличный, освежающий летний ветер. Ну и, в принципе, птички там чирикают и так далее. То есть, внешних шумов и помех, которые могут мешать микрофонам, на самом-то деле, более чем достаточно для того, чтобы создать им огромные проблемы. А вот так пишут микрофоны звук в помещении. Здесь, понятное дело, намного тише и ветра нет и так далее. Ну, то есть, можете оценить разницу, как микрофоны захватывают звук в разных условиях. Ну и теперь мы поговорим о главном для большинства наушников и, увы, не совсем главном для PowerBuds Pro. Речь пойдёт о звуке. Как видите, я довольно сильно перекосил звук эквалайзером, но даже это не сделало звучание аудиофильским ни капли. Например, хоть ползунок на 16 кГц есть, его можно дёргать, пока не отсохнет, но это не даст никакого эффекта, потому что выше 10 тысяч динамик уже просто ничего не играет. Производитель не сильно парился по поводу правильности подачи, потому что не считает это важным в спортивных наушниках, что, в общем-то, наверное, справедливо. Но всё-таки в продукте, в названии которого есть слово PRO, хотелось бы получить чего-то, ну, более сбалансированного, наверное. Ладно, проехали. Здесь нас ждёт очень сильно поджатая верхняя середина, раздутый, пухлый, мягкий и сильно поднятый бас, задавленный объём, достаточно скудные разрешения. Если сделать, как я, и прижать низкие частоты, то они станут чуть твёрже и злее. Серединку тоже надо обязательно поднимать, как и высокие, которые даже при всей простоте и грубости всё же чуть оживляют общую картину. Как и в случае с Sony, такое агрессивное исправление тюнинга не даёт идеальных результатов. Чувствуется гробатость, но лучше уж так, чем совсем никак. Что можно сказать в итоге? Да, у этих наушников не лучший звук. За эти деньги найдётся масса ТВ, с которой играют объективно лучше. А многие ли из них меряют пульс? Многие ли заставят вас меньше сутулиться? А с батарейкой у них как? И шумодав хотя бы такой же есть. А по влагозащите шо? Ну, всё же не такие плохие-то затычки получаются, да? В общем, я не могу рекомендовать эти наушники к покупке всем и каждому, ровно как и большинство других наушников, но тем не менее брать их можно. У них есть свои достоинства, а значит, есть и своя аудитория. В конце концов, если бы всем так действительно был важен звук, AirPods бы никто не покупал. На этом у меня всё. С вами был Дима и проект Ferrum.com. Не забывайте тыкать лайки и делиться этим видео. Это правда для нас очень важно, это нам очень помогает. И если вы хотите поддержать нас не только морально, скажем так, но и монетой, в описании есть ссылка на Patreon. В зависимости от ранга, там разный дополнительный контент есть у всех абсолютно, хоть мы и давно не апдейтили описание этих рангов, там доп-контент есть у всех, поверьте. Но помимо того, у всех абсолютно есть своё место на доске почёта, и все получают доступ к флудилке. На этом у меня уже совсем всё. До новых встреч, всего вам наилучшего. Пока.